Всем венгерские танцы, пацаны! Сегодня у нас Мергенштерн, шоу, и давайте уже без промедления приступим, и я надеюсь, что вы помните, меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод. И вы, наверное, думаете, что мы сейчас что-то будем сэмплировать, что-то будем переигрывать, нет, всё проще. Мы вот такой вот запрос сбиваем в Яндекс и скачиваем нужную нам миди, и после этого скачанную миди просто перекидываем сюда наш степ-секвенсор, и отсюда нам нужно 8 тактов. Так что технически мы почти что переиграли, и вот это всё тоже выделяем и удаляем, окей. У нас тут 2 четверти вместо православных 4 четверти. Кстати, ссылку на мидишку я на всякий случай оставлю в описании, и добавляем пианино, ссылку на которую я тоже оставлю в описании. Нам нужно зайти сюда, выделить всё это, нажать Ctrl-C, перейти в новый паттерн, здесь переходим в Keyzone Classic и Ctrl-V. 8 тактов превратились в 4, потому что 2 четверти сконвертировались в 4, но это совершенно не важно. Чтобы она зазвучала, как в треке, нам, во-первых, нужно поставить темп, как в треке, а там 208. Многовато. Можете писать в 104, по сути, это одно и то же. Всё это выделяем, за эту стрелочку тянем, с зажатым альтом 1, 2, 3 и 4. Вот, и получаем 8 тактов в темпе 208. Ну, ещё нужно поднять с G3 на B3. Shift зажимаем, вверх, 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 вверх. Но я был бы не я, если бы не начал строить какие-то странные предположения по поводу звучания, так что мы дублируем Keyzone Classic, и у нас будет 2 фортепиано. Одно фортепиано будет играть вот эту верхнюю мелодию, а второе аккордики, так что Ctrl-C, Ctrl-V. И в одном фортепиано мы удаляем аккорды. А во втором фортепиано удаляем мелодию. Ну, ещё тут слишком жёсткая гуманизация, так что можем немножко отдалить и нажать Ctrl-Q. Давайте ещё Shift-D нажмём, чтобы звуки сократились. Ну, и ещё там какие-то небольшие изменения в мелодии сделаны. Здесь играет не A, а S, а здесь играет F-D. Я хочу, чтобы аккорды играло другое пианино. Убираем ревер и чуть-чуть убавляем релиз. И это всё напоминаю просто мои предположения, как там сделано звучание. Как обычно, скачать этот проект можно будет у меня в Инсте, ссылка на неё будет в описании, как только это видео наберёт 3333 лайка. Так что, если вам по каким-то причинам уже нравится это видео или нравится эта прикольная мелодия, ну да, про классическую музыку говорить прикольная мелодия, это нормально для меня. Короче, если вам уже нравится то, что я сделал, или вы хотите поковыряться в этом проекте, то смело ставьте лайк, уже очень скоро вы сможете его скачать. Итак, вообще вот эта мелодия нам понадобится только во вступлении, а в основном в бите будет играть только вот это, но всё равно мы займёмся звучанием. Итак, выделяем расстояние от единички до двойки, то есть первый такт. И с альтом тянем за эту стрелочку два раза, вот так, щёлк-щёлк. Проделываем это с каждым тактом. Окей, это мы делаем только с мелодией, аккорды мы трогать не будем. Мелодию отправляем на один канал микшера, аккорды на второй. И на мелодию закидываем, конечно же, half-time. Чтобы получить вот такой вот звучок. Но давайте мелодию поднимем на октаву выше и... Да, но! Там мелодия такая-какая-такая немножко поющая, ноющая, короче, какая-то странная. И я думаю, что можно этого звука добиться с помощью плагина M-Rotary. Это всё мои предположения, но мне кажется, звук похож. Заходим в пресеты, выбираем Default. По-моему, это то. Drive это можно немножко убавить. И у этого фортепиано давайте мы его опустим на октаву вниз. О! Оно у нас ничем не будет обрабатываться, просто вот тут чуть-чуть ему подрежем вниз. Потому что у нас будет дофига баса. И то же самое сделаем здесь. Опять же, с басом, с его отрезанием не нужно слишком усердствовать, потому что тогда мы совсем потеряем весь сок нашего пианино, нам это не надо. И ещё там эти фортепиано довольно сильно сжаты в моно, поэтому мы можем это сделать с помощью вот этой крутилки, просто переведя её процентов на 70 вправо. Для аккордов посильнее, для мелодии послабее. Давайте добавим ударные. Я их взял почти полностью из вот этого драм-кита. По поводу 808 я почти уверен, а вот по поводу кика просто он очень похож. Теперь добавляем clap. По-моему, там вот этот clap. Просто мы ему вот так вот лейт открутим, чтобы остался только clap. И хэт вот этот. И, кстати, когда вышел трек от Славы «Кому это надо», я был в микроотпуске в Суздале, так сказать, молился за судьбу русского битмейкинга. Поэтому я не сделал разбор на этот трек. Но если вы считаете, что там интересный бит, который, скажем, вы хотели бы посмотреть в моём исполнении, мою вольную вариацию, то можете написать об этом в комментариях, и, возможно, я этот разбор сделаю. Итак, я чуть не забыл про Open Head, который я взял в другом драм-ките. Вот этот Open Head. И теперь давайте закинем в плейлист вот этот паттерн. И вот так вот его сократим. И нажмём Make Unique, просто чтобы он сразу сократился до вот этих четырёх тактов. Создаём новый паттерн, и в нём пропишем ударные. И начнём, как обычно, с самого-самого-присамого сложного, а именно с клэпа. Теперь хай-хэт. Хай-хэт тоже просто невероятно сложный. Вот так вот делаем. Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Но вот здесь вот перед клэпом вторым будет сбивочка. Теперь Ctrl-B, и вот здесь вот переключаемся на одну треть. Вот так, вот так, вот так, и вот так. Можно вот так вот немножко покрутить Velocity, и вот так. Но чтобы всё это невероятно круто зазвучало, во-первых, для ебойности нужно крутануть Shift. Зайти в настройки. И чуть-чуть эти отзвучки подкрутить. Буста вообще чу-чуточку нужно. Теперь добавим Open Head, и он будет играть после второго клэпа вот с такой сбивкой. И ещё мы можем зайти к нему тоже в весёлые настройки. Аэкью открутить. И теперь можем добавить 800-808 бас, и для этого перейдём тоже в новый паттерн, потому что он будет играть не 4, а 8 тактов. О боже, какая сложность. Первым делом, конечно же, нужно Cat It Self нажать. Первая нота B, 5. Пам-пум. Вот так. Пам-пум-пум. Тут D, по-моему. Дублируем. Можно чуть-чуть добавить громкости. И тут па-пам-пам-пам. Ну, не так, но... Та-дан-та-дан. C, шар. И кик тоже по нему пропишем почти, что можно сразу и буста ему дать. И на басе мы можем чуть-чуть клип включить и капельку буста дать. Выделяем всё это, идём на микшер, Ctrl-Shift-L. И давайте для удобства соберём всё-таки групповой канал инструментов. Вот так вот. Ну и для крутости кинем на него J37. Ну, я не могу без этого. Мне нужно накинуть J37. Если я никуда не накинул J37 в бите, то я очень расстраиваюсь. И сбалансируем всё это. И чуть-чуть низу уберём. И у нас будет второй паттерн мелодии. Жмём сюда, делаем Make Unique. Дублируем вот эту верхнюю мелодию и поднимаем ещё на октаву вверх. Ctrl-C в новый паттерн. Бас с киком тоже Ctrl-C в тот же паттерн. Чтобы сделать здесь Split by Channel. И мы можем в целом уже заняться какой-то структуркой. И наше вступление будет состоять из вот этой полной мелодии. То есть, которая с продолжением. Вот таким так, что вот тут выделяем. Выделяем, нажимаем Ctrl-L-C. И консолидатим её в ВАФ. Перетаскиваем на начало. Включаем Stretch. Сокращаем в два раза. И ещё я засуну сюда сэмпл толпы. Всё это, конечно же, будет в проекте. Вот такой вот сэмплик с толпой я взял. Вот так вот как-нибудь. Его можно убавить. Тоже отправить на какой-нибудь канал Микшера. Давайте включим Stretch. И его немножко растянем вот досюда. И зайдём в его настройки. И переключим здесь тоже на Stretch. И ещё Smooth. Включим в Declicking Mode, чтобы Fade Out ему сделать. Я отключил Stretch. И сейчас сокращу его вот досюда. Чтобы у нас пошла здесь основная часть. Потом у нас здесь идёт кусочек вот такой вот. Убираем здесь Kika 808 и Open Head. Потом идёт вот такой вот кусочек, но просто без Kika. Затем идёт. Вот так дублируем. Сокращаем. Вот так вот. Берём второй уже паттерн. Вот так. Вот так. Для этого нам нужно дублировать сюда шум толпы. Stretch у нас отключен. Вот так вот. И так вот. Тут будет ещё 4 такта. То есть нам от баса нужен будет вот этот кусочек. Теперь жмём сюда. Делаем его уникальным. Потому что там будет очередная пробежка по басу. Такая дикая. Так. Вот так. Паев. Только ещё на октаву выше. Потом вот этот звук на октаву выше. И... Ага. Вот так и всё. И в конце здесь идёт замедление темпа. И поэтому мы берём вот этот сэмплик. Делаем его копию. Жмём сюда. Делаем Make Unique. Потому что мы с включенным stretch'ем растянем его обратно. И можем нажать правой кнопкой мышки на темп. И сделать Create Automation Clip. Давайте этот клип автоматизации сократим как-нибудь вот так. Поставим его вот сюда вот. И сделаем как-нибудь вот так. Если вы где-то накосячили с автоматизацией темпа. И хотите всё отменить, чтобы всё было как раньше. То вот здесь правой кнопкой мышки удаляете этот клип автоматизации. Потом идёте в браузер. И во вкладке Current Project в Initialized Controls на темпа правой кнопкой мышки Delete Event. И всё. И конечно пришло время шлифануть всё это озоном на мастере. Вот так, вот так, вот так. Можно добавить, например, Imager. Можно добавить, например, Exciter. Можно добавить, например, Dynamic Q. Максимайзер на последнее место. Динамик Q на первое. Остальное производим. Low End Control. Два раза клика сюда. Два раза клик сюда. И вот это убавляем. Вот это убавляем. Здесь Enhanced Space, как обычно. В Exciter. Gentle High End. Максимайзер пока не звенит. Вот так не звенит. Вот так всё отлично. И эти настройки, естественно, актуальны не для каждого трека во вселенной. А просто вот здесь, мне кажется, они подходят. В итоге я решил применять сэмпл кика. Для этого дублируем паттерны кика и баса. И закидываем новый кик. Немножко его бустим. И отправляем на тот же канал микшера. Теперь делаем сайдчейн, как я показывал в видосе про сведения для начинающих. С ним будет звучать покруче. Чуть-чуть убавляем буст кика. В проекте будет и новый кик, и старый кик. И перед тем, как мы послушаем этот шикарный биток, напоминаю, что у меня есть видеокурс по питмейкингу от А до Я в стиле новой школы и трэпы, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы заказать его или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Можно написать мне вконтакте или в директ. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Если это видео показалось вам познавательным, интересным, полезным или просто чуть-чуть понравилось, то ставьте полностью заслуженный лайк. И чтобы не пропустить новые разборы битов, какие-то битмейкинг-видео или просто видеоуроки по FL Studio, обязательно подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться есть внизу. И также она будет в самом конце видео. И на этом у меня уже точно все. Я надеюсь, вам было интересно смотреть это. С вами был Стас Гартпрод. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok